Городской Акимат пытался незаконно выселить семью из арендного жилья. После длительных судебных тяжб карагандинцы все-таки отстояли свое право занимать квадратные метры из государственного фонда. О резонансном деле сегодня рассказали в Казвикбийском районном суде. Еще 15 лет назад карагандинец, инвалид первой группы вместе с членами семьи, встал в очередь на предоставление жилья из государственного фонда. В 2006 очередник умер. После его смерти возможность получить жилье от государства по закону за ним сохранилась. В 2009 квартиру получили его родные. Вот только в договоре аренды отдел ЖКХ Караганды им отказал. В 2012 году ИСТЕЦТ обратился в отдел ЖКХ с заявлением о выдаче договора аренды. Однако ему было отказано на том основании, что уже в 2012 году, то есть спустя три года после заселения, было заседание еще одной жилищной комиссии, где было принято решение отказать ИСУ в предоставлении жилья из государственного жилищного фонда. Тем временем отдел ЖКХ обратился в суд со встречным иском, мотивируя тем, что после смерти очередника его очередь на получение жилья за членами его семьи якобы не сохранилась. Нет инвалида, нет квартиры, говорили в Акимате. Чиновники требовали выселиться из жилья, где карагандинская семья уже успела сделать ремонт. На основании закона Республики Казахстана о жилищных отношениях право на получение жилья из государственного жилищного фонда предоставляется гражданину вместе с супругом и несовершеннолетними детьми. И в случае смерти гражданина очередность сохраняется за оставшимися членами семьи вместе с ним, состоявшими на учете, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда. На момент смерти своего отца истец ТЭП по-прежнему нуждался в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда. На этом основании ему и была предоставлена в 2009 году квартира. Судебные тяжбы длились почти год. В итоге суд обязал отдел ЖКХ оформить состцом договор аренды, а в иске чиновников о выселении семьи из квартиры было полностью отказано. Редактор субтитров А.Семкин